История о том, как старушка спасла четырех волчат, и как они вернули ей услугу много лет спустя, произошла давным-давно в небольшой деревне России. Мария провела всю свою жизнь в этой деревне, родившись и выросшись там. Когда она достигла достаточного возраста, она создала свою собственную семью с мужем по имени Иван Барт. Они любили друг друга, и, наконец, решили, что хотят иметь своего ребенка. Скоро после этого у Марии родилась красивая дочь, которую они назвали София. Семья была счастлива многие годы, создавая невероятные воспоминания вместе. С годами дочь выросла, нашла мужчину, в которого влюбилась, и они поженились. Однако из-за работы мужа Софии пришлось отдалиться от своих родителей, так как он работал в финансовом секторе, и ему нужно было быть ближе к городу. Мария и Иван были рады, что их дочь начала свою собственную жизнь, и сказали ей не беспокоиться о них. Несколько лет спустя Иван заболел и, к сожалению, скончался после сорока лет брака. Женщина осталась одна. Вначале София настаивала, чтобы Мария переехала к ней и ее мужу, чтобы они могли заботиться о старой женщине и чтобы ей не было одиноко. Но Мария отказалась, потому что не хотела покидать деревню, которая была ее домом всю ее жизнь. К счастью, хотя она теперь была одна, все еще были люди в деревне, готовые поддержать ее. Дмитрий, один из ее бывших учеников, часто наведывался к старой женщине, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке, и если нужно было что-то починить в доме, он делал это с удовольствием. Помимо своих многих навыков, Дмитрий также любил гулять в лесу, чтобы находить подходящие детали для дома. Он однажды нашел четырех маленьких щенков в лесу и принес их Марии. Он рассказал ей, что нашел их одних, и их мать не была видна. Он объяснил, что, хотя он с удовольствием заботился бы о них сам, у него уже было две собаки дома, и они, возможно, не очень приветливо отреагируют. Он забыл упомянуть, что эти маленькие создания не совсем собаки, а нечто немного иное. После первоначального шока Мария согласилась принять их под свою опеку, так как давно хотела иметь щенка в качестве компании, и тем более могла спасти этих четырех одиноких младенцев. Она оставила созданий в своем доме и быстро нашла четыре старых миски, в которых она кормила их. Она насыпала по банке мясо в каждую миску, и щенки радостно принялись за угощение. Но, будучи растущими и дикими животными, они посмотрели на старушку, как будто просили еще еды. Она посмеялась и радовала их, пока они не насытились. Затем она расстилала старые одеяла, на которых малыши легли и спокойно уснули. Пока они отдыхали в доме, Мария вышла и пошла к Дмитрию, чтобы поблагодарить его за то, что он нашел эти очаровательные малыши. Дмитрий заметил, что Мария все еще считает их собаками, но подумал, что, пока они молоды, они не причинят вреда, и что он сможет найти идеальную замену, когда они станут достаточно сильными и выживут сами по себе. Позднее, когда Дмитрий закончил свою работу по замене ограды, Мария пришла поблагодарить его за его труд и за то, что он всегда был рядом, чтобы помочь ей. Затем добрый человек подарил ей мешок конфет, чтобы она передала своим детям перед сном. Как только он ушел, Мария вернулась в свой дом, где обнаружила, что четыре щенка были уже проснулись и создали немало беспорядка. Тем не менее, радость новой компании не позволила ей оставаться сердитой на них долго. Она убрала беспорядок и поняла, что ей нужно дать каждому из них имя. Она решила назвать их Тедди, Гадкий, Стоун и Мистер. С течением времени, когда щенки начали расти, Мария начала подозревать, что они не совсем обычные собаки. Они были гораздо крупнее, их зубы были острее, и в целом они казались более дикими. Кроме того, все собаки из района рычали и лаяли на Терри и остальных щенков, когда те проходили мимо. Подозрения Марии подтвердились, когда местный охотник проходил мимо и увидел четверых волков, играющих в ее саду. Инстинктивно он прибегнул к своему оружию, но остановился, когда Мария спросила, что он делает. Охотник сказал старушке, что четверо животных, которых у нее было, совсем не собаки, а волки. Она была удивлена этой новостью, но не испытывала страха. Ей были дороги ее дети, и она никогда не видела в них угрозы. Мария и четверо волков продолжили счастливо жить. В течение следующего года они были верны Марии и охраняли дом, как это делает староживая собака. Когда наступила осень и температура упала, женщина и волки с удовольствием проводили свои дни в теплом доме. В холодный вечер кто-то постучал в дверь, и старушка, удивляясь, кто это мог быть, открыла дверь и увидела троих незнакомых мужчин. Один из них держал пистолет, который он немедленно направил на женщину, угрожая, что если она не отдаст ему все свои деньги и ценности в доме, он выстрелит. Трое ворвались в дом и начали проникать внутрь, но внезапно оттуда раздались четыре мощных рычания. Оказалось, что с всем шумом, который создавали мужчины, они разбудили волков, которые спали в гостиной. Животные осознали, что Мария в опасности, и быстро вступили в действие. Подвергнутые путаницы и испуганные тем, что происходило, до недавнего времени милые создания бросились на них, укусили за ноги и лодыжки. В это время туда же прибежал самаритян и встал перед Марией, защищая ее. Пока существа сражались, старушка ускользнула в свою спальню, где вызвала полицию. И как только она закончила разговаривать по телефону, раздался выстрел во всем доме, за которым последовал виск какого-то животного. Мария вернулась бегом в гостиную, где увидела Тедди, свернувшегося на полу с пулей в задние лапы. Один из мужчин успел взять пистолет и ранил его. Испуганные звуком оружия, мужчины попытались сбежать, но, выходя наружу, они обнаружили, что их окружила полиция. Их быстро арестовали, но Мария не обращала на них внимания, потому что она была сосредоточена на том, чтобы помочь своему любимому Тедди. К счастью, ей удалось получить помощь, и рана зажила в течение следующих дней. Новость о героических поступках четырех волков быстро распространилась, но Мария не обращала внимания на свою новую славу. Она любила их, как любую другую собаку, и они отвечали ей тем же. Субтитры создавал DimaTorzok